Здравствуйте! В эфире программа «Открытое правительство». Каким будет Шукшинский фестиваль в этом году? Кто из звездных гостей приедет к нам в гости? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с министром культуры Алтайского края Еленой Евгеньевной Безруковой. Здравствуйте, Елена Евгеньевна! Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте! Замечательный год, потому что к нам возвращается Шукшинский фестиваль в полном объеме. Эти два пандемийных года он выходил в усеченном виде, да, там онлайн формат и прочее, прочее, прочее. Давайте поговорим, что будет в этом году, чем мы порадуем зрителей, гостей фестиваля. Да, для начала напомню даты фестиваля. Он пройдет с 19 по 23 июля. И действительно мы возвращаемся к массовым форматам, то есть традиционно откроем фестиваль мы у памятника Шукшину на улицу Шукшина в городе Барнауле. А закроем большой программой на горе Пикет. Поэтому все те форматы, которые были доступны для зрителя вот в таком вот варианте, без продажи билетов, свободно, это все возвращается к нам. У нас программа имеет некие особенности по сравнению с программами прошлых лет. И если говорить о кинофестивале, то я хотела бы сказать, что помимо полного и короткого метра, они сохраняются, у нас будет несколько специальных показов. Во-первых, у нас будет ретроспектива фильмов Андрея Кочеловского. Во-вторых, у нас будет премьерный показ очень интересного фильма, который был снят специально в рамках последних шукшинских дней на Алтае до тех двух пандемийных лет. И Алексей Федорченко, кстати говоря, один из победителей нашего шукшинского фестиваля с фильмом «Война Анны», он снял документальное кино. И это кино как раз про шукшинские дни на Алтае. Его можно будет посмотреть и в Барнауле, и в Бийске, и в Сростках. И в Барнауле первый его показ состоится на открытой площадке. Возле театра драмы будет стоять на улице экран, на котором, обращая внимание, во-первых, можно будет посмотреть прямую трансляцию открытия. Как это удобно, да? Потому что в зале в театре драмы всего 700 мест, и те, кто не сможет попасть, кстати, билеты есть в продаже, те смогут посмотреть на улице эту программу, будут установлены лавочки на свежем воздухе. Кроме того, на этой же площадке, два вечера, 19 и 20 она будет работать, можно будет посмотреть программу «Короткого метра» тоже на улице, на экране Барнауле. Ну, короткометражки, то есть художественные короткометражки. Короткометражки. И там же 20 числа будет вот такой открытый уличный open-air показ фильма Алексея Федорченко. Называется «Монета страны Малави», на которой изображен шукшин, как не странно. То есть такой с изюминкой фильм. И еще одним спецпоказом будет все, что связано с кинодеятельностью Федора Бондарчука. Внучка Мария Бурляева, дочь Натали Бондарчук, она привезет фильмы, посвященные, соответственно, творчеству Бондарчука. Но в этом фильме будет значительная доля отведена фильму «Они сражались за родину», где снимался шукшин, это его последний фильм. И кроме того, она же привезет линейку фильмов для детей. И у нас будут показы в Барнауле и в селе Алтайское именно для детской аудитории. И еще одной изюминкой вот именно кинофестиваля, я заговорила про детей, станут некоторые фильмы, которые будут адресованы именно детской аудитории. В том числе один из фильмов, вот сейчас идут переговоры, снял который Александр Галибин. Будет представлять актриса, которой всего 10 лет. Ну и мы, конечно, постараемся привести на этот фильм детскую аудиторию, для того, чтобы это был такой диалог на равных. А как можно в 10 лет сняться в хорошем фильме, да? Во-вторых, я хотела бы сказать о том, что очень интересны межмузейные проекты. Во-первых, перекрестный музейный проект «Шукшин-Остафьев» с Красноярским музеем. А во-вторых, на площадке усадьбы дома матери Шукшина в Сросках будет межмузейный проект, где будет представлены литературные музеи Крыма и Сибири. А в Крыму на базе музея Максимилиана Молошина есть целая сеть мемориальных музеев. Это и Грин, и Паустовский, и Марина Цветаева. Ну и довольно интересно. Называется проект «Единство непохожих». И что же там будет, ну вот и посмотрим. Новые народные праздники. Мы хотели, планировали в прошлые годы, но не смогли провести. Всероссийский фестиваль «Чудики», где мастера приедут из разных регионов. И мы сможем на улице, которая прямо примыкает к основному зданию музея Шукшина, посмотреть изделия умельцев, поприсутствовать, познакомиться с ними. Кроме того, сами сростки делают такой необычный праздник, но он, очевидно, является очень органичным, потому что он называется «Праздник сростинского пирога». Чем мы запоминаем сростки? Да, многие запоминают тем, что мы там угощались знаменитыми пирожками. И вот решили местные жители сделать такой праздник вокруг этой темы. Как это будет, увидим в самих сростках. Поэтому есть изюминки у этой программы, и я думаю, что она будет достаточно интересной. На кинофестиваль много работ подавали режиссеры? И там, как обычно, 10, да, будут фильмов, с которых вы будете выбирать? Да, у нас есть полный метр и короткий метр. В афишу полного метра мы отбираем всего 10 работ. Буквально в считанные дни мы завершим формирование афиши и ее опубликуем. Я хотела бы сказать о том, что в городе Барнауле будет три точки показов фильмов. Это кинотеатр «Мир», там же состоится показ фильма «Открытие». Это кинотеатр «Премьера» на улице Крупская. И это кинотеатр «Пионер». Как обычно, за несколько дней до показов пригласительные билеты мы выгрузим в кассы этих кинотеатров. И желающие смогут бесплатно эти билеты взять и посетить фильмы. Но, безусловно, мы показываем их и по краю. Поэтому в некоторых городах и селах, где есть 3D-кинотеатр, открытый по нацпроекту, тоже будет возможность посмотреть фильмы. И короткий метр тоже на разных площадках. По кинофестивалю мы выпускаем отдельную афишу. Афиш всего три. Общая программа, литературная программа и кинофестиваль. Для того, чтобы те, кого фестиваль привлекает именно в плане кино, могли выбрать для себя понравившийся фильм. Встречу, может быть, с кем-то из режиссеров или представителей фильма. Сходить, пообщаться, пообсуждать этот фильм и получить, конечно, впечатление. Может, в словах о жюри, кто его возглавляет? Да, жюри достаточно интересное у нас в этом году. Возглавлять будет человек, который возглавлял его и в прошлом году. Это ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Германович Калинин. Но в паре с ним будут работать очень интересные люди. Во-первых, это Алексей Олешковский, президент гильдии кинодраматургов России. Это еще известно, да. И он приедет к нам работать с нами в очном формате. И замечательный кинодраматург и режиссер Велединский, которого мы знаем по сериалам «Бригада», «Географ Глобус», он будет с нами работать в онлайн формате, но в жюри участие примет. И, конечно, всегда в жюри входят и наши люди. А наши люди — это Вадим Сергеевич Кузнецов, председатель Союза кинематографистов Алтайского края. И, ну, это, конечно, мировая звезда, но он тоже наш. Это, конечно, оператор Алишер Хамихаджаев. Земляк. Земляк наш, да. Потому что оператор в жюри тоже нужен, чтобы посмотреть операторскую работу. Вот такая пятерка. Он будет оценивать фильмы, я считаю, что это очень достойно. Внушительно жюри, да. Вы сказали, что будет три афиши, да. Одна из них — это литературная встреча. Безусловно, Шукшин — это не только режиссер, актер, но еще и замечательный писатель. Кто из известных писателей приедет, кто у нас на шукшинские дни? Да, мы делаем отдельно литературную афишу, потому что встреч достаточно много. В составе наших гостей будут очень известный поэт. И такая, можно сказать, в некотором смысле, ходячая литературная энциклопедия. Это Алексей Пурин, Санкт-Петербург. У нас литературную газету будут представлять сразу два человека. Во-первых, приедет главный редактор литературной газеты Максим Замшев, но он будет работать только на Бийской и Сростинской частях нашего фестиваля. И весь период будет присутствовать Анастасия Ермакова, заместитель главного редактора, ну и прекрасный поэт, ко всему прочему. У нас будут представлять свои книги и проводить творческие встречи Мария Матвеева, прозаик, в том числе встреча в книжном мире. Мы опробовали этот формат с вами вместе с Екатериной Рождественской, нам показалось это очень интересным. И замечательный прозаик из Владивостока, Василий Авченко, который несколько лет назад у нас бывал на шукшинских днях на Алтае. Ну и мы с нетерпением ждем его снова. Вот такой основной состав литературной делегации. Они в Барнауле тоже будут встречи, да, у них в Шишковке, видимо? Да, в афише можно будет увидеть график встреч. Часть из них пройдет в Шишковке, это основная площадка в городе Барнауле. Но и Новоалтайск, Ребриха, Павловск, новая модельная библиотека в Булане, Хезонального района, безусловно, Биск, несколько точек, и, конечно, Сростки, и, конечно, Собольские чтения в Смоленском. Это та география, которая будет затронута именно литературной составляющей. Можно сейчас уже сказать, кто из известных актеров приедет на встречу? Да, ну, я хотела бы назвать тех артистов, которые имеют звание и очень узнаваемые. В Барнауле у нас будет принимать участие и проведет отдельную творческую встречу в концертном зале «Сибирь» заслуженная артистка России Олеся Судзиловская. Тоже хотела бы сказать, что в том числе билеты будут и в открытой продаже. И нам очень приятно за жителей города Бийска, потому что творческая встреча в Бийском драматическом театре состоится с народной артисткой России Ириной Муравьевой. И она примет участие у нас и в программе на пикете. Ну, это наиболее известные имена, кто будет работать с нами в этот день. Говорили, что какая-то певица молодая, но очень популярная приедет на самом деле или нет? Да, вы знаете, я очень рада, что вот так наши звезды сошлись. И завершать мероприятие «Шукшинских дней» на Алтае после программы закрытия на горе пикет. Мы уже привыкли немножко, да, что после этого мы ставим концерт. Будет, ну, просто, на мой взгляд, замечательная певица вместе со своей группой Варвара Висбор. Ее самостоятельная певческая карьера, ну, уже достаточно известна. Это обладательница, ну, можно сказать, такого хрустального голоса. Благодаря программе «Голос» ее узнали, хотя она не прошла в следующие туры, но ее репертуар достаточно известен. И мне кажется, что вот ее творчество, наполненное какой-то искренностью, чистотой, очень органично впишется в дух нашего фестиваля. Здорово. Не будем всю интригу открывать нашим телезрителям. Давайте ее все-таки сохраним. Елена Геоня, большое спасибо вам за беседу, за то, что рассказали так подробно. И до встречи на площадках «Шукшинского фестиваля». Ждем на «Шукшинских днях». Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была министр культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Безрукова. Спасибо за внимание. До встречи.